Александр, я вот сейчас в последнее время стала много вспоминать свое детство и у меня были постоянно содраны коленки, потому что мы много времени проводили во дворе, бегали асфальт, падали, сдирали их и ночью, я вот помню до сих пор это ощущение, как я сдирала эти корочки, мне это очень нравилось, сейчас практически невозможно увидеть детей вот с такими коленками, вы как врач, ортопед, травматолог по первой специализации, какое детство лучше? Тяжело сказать, какое лучше, какое хуже, в наше время было одно детство, сейчас другое, но для этих детей тоже очень хорошее, и с точки травматологии ортопедии, наверное, хорошо, когда кожа на коленках целая, но сейчас дети могут кататься на роликах, имея защиту, надевая наколенники, сейчас здоровье настолько ценится, что и взрослые люди там, катаясь на велосипеде, надевают велошлем, и это безопасность, другое дело, что очень много детей проводит времени за гаджетами вместо активности, вот это плохо, плохо, что еще не сформировался скелет, они уже вот так все время в телефоне, в планшете, у них уже неправильная осанка формируется, нет такой активности, нет развития мышечно-скелетного аппарата, вот в этом панике, конечно, это не очень хорошо. А ваши дети как свободное время проводят? Ну, уже, как сказать, не могу повлиять на их какую-то активность, они уже довольно взрослые, в свое время, когда мог, то всегда своим примером, всей семьей мы активно занимались на выходных, выезжали на природу, среди недели там водили на секции, сейчас ту любовь к тем видам спорта, которые мы прививали, у них уже переросла в антипатию, но зато они очень любят сейчас танцевать, то есть это фанатично там, это современные танцы, тренировки регулярные, дома там отработка движений и участие в соревнованиях. То есть такой ваш совет-резюме для родителей как к активному образу? Своим примером? Только своим примером. Ну, а как? Я буду лежать на диване, пить пиво и говорить ребенку, отжимайся, сыночек, иди бегай на улице, не смотри со мной в футбол, а иди сам играй в футбол. Ну, взяли мяч, пошли на улицу, сели на велосипед, всей семьей поехали. Идем в бассейн и детей с собой тащим. На вашем сайте я прочитала, что вы еще до мединститута знали, что вот хотите помогать людям с травмами позвоночника, опорно-двигательного аппарата. Что вот спровоцировало выбор этого направления? Ну, до 9-го, даже, наверное, до 10-го класса я нацелен был на радиотехнический институт, так тогда назывался раньше, Багуир. Отец мой был инженер-конструктор, и он один из первых освоил программу AutoCAD, чертил в компьютере, дома были компьютеры. Сначала это какие-то были там самодельные, которые паяли мастера, потом уже какие-то заводские модели. Мне нравилась информатика, математика, физика. Но параллельно я очень любил спорт, активность. И мне было интересно еще и, наверное, как можно быстрее восстанавливаться после спорта, к чему это приводит, как построены движения, анатомия, строение человека. И в 10-м классе к нам в школу пришли, наверное, какие-то кооператоры или кто, которые проводили обучение массажу. Ну, тогда это внебюджетно, хозрасчетно было из медицинского центра. И сказали, приходите к нам учиться на курсы массажа. Я подумал, это как раз параллельно со спортом поможет стать таким ресурсным, как сейчас говорят, быстрее восстанавливаться и других делать активными. Но это было интересно все, медицина была в таком отставом состоянии, поэтому народ стремился как-то самоздоравливаться, народной медицины интересовался, раз обычной медицины не хватало. Вот, я закончил эти курсы, а летом, отдыхая на Черном море, у меня там были родственники, я устроился работать в медицинский центр, но не массажистом, а рекламным агентом. Я ходил по пляжу с громкоговорителем и рассказывал, что медицинский центр оказывает услуги. Там массаж, мануальная терапия, то, что для отдыхающих как раз актуально. Там еще был терапевт и педиатр консультативный. И вот пока я там купался, загорал в перерыве, ходил с громкоговорителем, я общался с врачами, я посмотрел, насколько это интересные, интеллигентные люди, и подумал, а не заняться ли мне тоже медициной. И как раз я закончил курсы массажа, можно пойти еще дальше и стать врачом-мануальным терапевтом. Я сейчас даже прямо сам как-то вот думаю, насколько я попал в нужное место, к нужным людям, и они меня вот как бы так направили в это. И дальше я уже знал, что в 11 классе я буду поступать в медуниверситет, я хочу стать мануальным терапевтом, но такой специальности как таковой в медуниверситете нету. Есть что-то близкое к этому, там это или ортопедия, травматология или неврология. Ну и так как каждый мальчик, наверное, хочет стать хирургом, а каждая девочка там хочет стать кушером-гинекологом или педиатром, то из хирургических специальностей я выбрал травматологию-ортопедию, где изучают кости, мышцы, травмы, и это потом очень мне хорошо помогло и как бы улучшило мою квалификацию уже в мануальной терапии. У вас есть интересный опыт работы в монастыре в Таиланде, где вы изучали курсы тайского массажа. Почему решили вот этот вид освоить массаж и как нашли монастырь? Все мы, наверное, когда-то услышали о тайском массаже, когда в газетах еще делали объявления, завуалированные об оказании интимных услуг, и писалось там «Ангелина сделает тайский массаж состоятельному мужчине». Я думаю, сейчас так воспринимают еще. Нет, это уже массаж, это массаж. И вот тогда это как бы проходило мимо ушей, тайский массаж даже никто не придавал значения. Что это как-то, то есть не было ни школы, ни понимания. Потом, когда вот именно этот туристический поток уже людей, побывавших в Таиланде, приехал сюда, и они ознакомились с этой здоровительной процедурой, практикой, и они начали создавать спрос здесь. Спрос есть, предложений нет. Я думаю, что это такой этот тайский массаж. Классический знаю, там сегментарный массаж знаю. Тайский, не знаю, начал сначала изучать теоретическую часть, стал вопрос, что надо где-то получить практические навыки. Нужно уже учиться в первоисточнике, то есть в самом Таиланде. Там есть школа международно известная, там при монастыре Ватпо, там уже от монастыря только остались как бы там, ну как этот бренд. А так это уже светская школа, которая обучает не монахов, а обучает международная школа всех людей, приезжающих со всего мира, желающих. Если ехать в Москву, то учиться в МГУ. Если в Минск, то в Беларусь, то в БГУ. А если тайскому массажу, то в школу Ватпо в Бангкок. В тайской философии они считают, что все причины болезни, вот в нарушении циркуляции энергии внутри человека. Вот для вас, представителя другой школы, какое-то рациональное зерно в этом есть? Есть какие-то у нас энергии? Ну, если подходить из того, что вот циркуляция энергии – это хороший кровоток, обогащенная кислородом кровь, глюкозой, аминокислотами, то тогда можно это назвать энергией. Или там тепло в руках – это там в килоджоулях измерять. А вот это вот то, что там говорят ци, пра, ночи. Ну, были у меня такие клиенты, которые там говорят, ой, пошла энергия в ноги. Я говорю, а как вы об этом узнали? Говорят, ну как, они стали теплыми, ушла боль. Говорят, ну, пошел кровоток, снялся спазм, болевой синдром. Вот это параллель. То есть кто-то называет это энергией, а кто-то это называет физиологическими какими-то там… Процессами. Процессами, да. И вот я больше, ну, не то, что больше, я только в это и верю. Ну, когда я читала вот отзывы о вас, они все положительные пациенты пишут, но они очень многие отмечают, что, да, от вас сходит положительная энергетика. Это тоже вы не верите, что люди излучают какую-то определенную энергетику? Нет, ну, если я люблю своих клиентов, если я хочу им помочь, если я хочу, чтобы они ушли с результатом хорошего настроения, хорошего самочувствия, чтобы они были в жизни успешны, то, ну, конечно, это положительная энергетика, да, но так, что вот я им открываю чакры, там, поднимаю кундалини, снимаю блокировку с меридианов, то, ну, это… Это другое. Я не знаю, как это называть. Я в такое не верю. Я хочу, чтобы люди пришли ко мне и получили то, что они хотят, и даже больше я готов им дать с процентами, потому что их хорошее настроение, но ко мне тоже с процентами вернется, там, в подъеме настроения, в повышении желания еще больше работать. То есть вот в такую энергетику я очень верю. Вот. Даже если человек приходит, там, говорят, энергетический вампир, там, ну, так можно сказать, человек в плохом настроении и брюзга, ну, давайте ему там объясним, как можно сделать хорошо, поможем это сделать, и пусть он идет с хорошим настроением. Ну, вот так вот я их заряжаю. Хорошо, по-вашему, в чем основная причина заболеваний человека? Если это какие-то вот заболевания порно-двигательного аппарата, то это нерациональное, неоптимальное использование нашего тела. Кто-то перегружен, кто-то недогружен, то есть кто-то совсем не тренируется, он вялый, слабый. Долго не двигается какой-то сустав или позвонок, это как не двигать долго подшипником, он ржавеет. Нужно пошевелить, и нет волшебных каких-то там креомов или движений. Просто нужно все подшипники шевелить, все суставы двигать, все мышцы тонизировать. Периодически их нужно расслаблять, растягивать, кормить, укладывать спать и повторять все это. Знаете, как люди разучились себя сейчас чувствовать. Все сфокусированы там на чете, на проекте, на компьютере, на телефоне. И когда уже совсем накрывает, когда там вначале спина, шея чуть-чуть ноет, люди этого не чувствуют. Ну или игнорируют, скажем так, игнорируют. Они сфокусированы, у них другая доминанта в голове. И шея, спина, говорит, хозяин, я напряжена. Пофиг. Она уже начинает твердой, уже скованностью. Хозяин, я уже скованная. Фигня, фигню не обращаем внимания. Она говорит, ну ты меня раз не слышишь, я тебе буду кричать. Я уже начинаю болеть. Человек прибегает, у меня голова болит, у меня там шея скована, там сердце колет, не вдохнуть, не разогнуться. Человек говорит, ой, а как это так? Ну я спрошу, а как это у вас возникло? Вот резко, я говорю, давайте отматывайте назад, вспоминайте, что было. Не бывает так, что вот раз, и вдруг гром среди ясного неба. Сначала были тучи, пасмурно, потом облака, и только потом появился гром. Ну вообще да. Говорят, понимаете, откуда пришло? Понимаю. Фармакология, фармация не вытесняет другие методы? Опять, ну, движение ничем не заменить, сон ничем не заменить, пищевые волокна, клетчатку ничем не заменить. Хоть мы там придумаем, там, муку высшего сорта, там, хоть сахар, хоть глюкозу, хоть мед. Пока не будет овощей, пока не будет движения, пока не будет полноценного сна, никакая таблетка это не заменит, да. Поэтому, ну, там, человек принимает, вот сейчас очень модно, там, хондропротекторы. Как они дойдут до сустава, если человек этим суставом не двигается? Как станет, там, расслабленная или, там, протонизированная мышца, если человек пьет какую-то таблетку, а при этом лежит на диване и ездит на машине? И в то же время можно многие вопросы решить без лекарств, но просто надо мышцы привести в тонус, подвигайся. Надо что-то расслабить, не имея релаксанты пей, а сними напряжение, порастягивай мышцы, там, вначале сделай массаж, элементы какие-то, мануальные терапии, и начинай дальше растягивать, расслаблять. Вот, поэтому я в этом плане нисколько, как сказать, не волнуюсь, что массаж или мануальная терапия станут когда-то неэффективными. Вы сами когда последний раз болели? Ну, где-то раз в году я болею, какая-нибудь простуда ко мне приклеивается, если это назвать болезнью. Попью водички, температуре, отлежусь и иду дальше. Вот, если назвать там боль в спине, в шее, там, где-то в ногах, то, ну, я начинаю анализировать, где-то я переработался, где-то я неправильно сидел или что-то делал. Это очень легко исправляется. Ну, либо начинаешь сам делать какую-то зарядку, там, или тонизирующую, или расслабляющую. Там, сходить надо в баню, поплавать, расслабиться в бассейне. Не помогает помощь из зала, звонок другу. Поход на массаж и становишься здоровым. Курили когда-нибудь вы? Ну, конечно. Сейчас. Ну, это, скажем так, ну, есть люди, которых я очень уважаю, которые вообще вот принципиально никогда не курили. Ну, я, наверное, по детству, там, по юности, даже не по детству, а по юности попробовал, что это такое, но это была не привычка, это просто вот как... Покашлял, послезился и всё. И я всегда занимался спортом, и мне было очень жалко того состояния, которое я могу потерять, если я начну курить. То есть выносливость, там, состояние лёгких, ещё что-то. То есть поэтому в этом плане мне повезло. Ну, и отец своим примером никогда не курил, всегда это там объяснял, почему это плохо. Надеюсь, я своим детям это объясню и привью, и примером стараюсь показать. Ну, насчёт спиртного тоже у меня там никогда какой-то зависимости не было. До того, как я начал заниматься фридайвингом, я занимался культуризмом, единоборствами, и там тоже с алкоголем это несовместимо. То есть если какой-то праздник, там, бокал шампанского или вина, ну, я не думаю, что это плохо. Крепкие напитки я сильно не люблю, я не вижу в них там удовольствия. Был у меня бзик, что я с 2008 по 2018 год даже на Новый год шампанского не пил. Ну, это была скорее профдеформация. Работая в травматологии, потом в нейрохирургии, я очень много лечил по ночам пациентов, которые были в алкогольном опьянении, а потом еще, когда я начал делать имптомографию головы на операциях, я видел, насколько мозг превращается в грецкий орех, что это настолько плохо, что это вообще нельзя. Вот. И я вообще даже вот был настолько ненавистник этого. Сейчас я тоже не любитель, поэтому, ну, если кто-то хочет выпить, это его дело там. У меня есть много других радостей в жизни. Больше от общения, там, от чаепития. Вот. Ну, я уже там могу бокал какого-то там алкогольного напитка принять. Расскажите, где вы сейчас работаете? Ну, я работаю в двух учреждениях. Одно государственное – это отделение реабилитации, кабинет платных услуг, мануальной терапии. Вот. Ну, второе – это негосударственное, там, коммерческое заведение. Тоже массаж мануальный? Ну, тоже это можно назвать как угодно, там, оздоровительные практики. Ну, да. А со скольки до скольки у вас рабочий день получается на двух работах? Рабочий день у меня в поликлинике либо первая смена, либо вторая. Там параллельно со мной еще работает другой специалист, а мы чередуемся, там, две недели, одна смена. Ну, а все остальное время я провожу на второй работе. День бывает у меня начинает. Ну, не бывает, а начинается в девять утра, заканчивается в шесть, в семь. Массаж, мануальная терапия сейчас позволяет? Ну, так безбедно нормально жить врачу. Ну, специалисты, конечно, позволяют. Но я скажу так, есть и массажисты, которые, вот, говорят, что нет работы или, там, мало платят, не говоря уже про мануальную терапию. А есть, которые говорят, я даже и не врач, а просто массажист, но очень востребованный, очень эффективный, поэтому они могут зарабатывать даже больше, чем врач, но это профессионалы высокого уровня. Точно так же в любой области. Можно быть, там, называться, там, дворником, можно быть крутого уровня садовником на Рублевке. Один и тот же специалист может быть так, да? Поэтому, конечно, можно зарабатывать. Ну, и нужно зарабатывать, а зачем? Просто так работать. Правильно, да. У вас какая-то очередь к вам? Или все так нормально, спокойно? Ну, есть на самом деле такие искусственные методики создания очередей, вот. Я заинтересован, опять же, там, в максимальной помощи как можно большему количеству людей, поэтому вот я и говорю, что я могу работать и до семи вечера, там, и до восьми. Очереди как такой нет, дверь открывается тем, кто в нее стучит. Сколько видов массажа вы сейчас всего освоили, знаете, практикуете? Ну, скажем так, я делаю один эффективный массаж, и как он называется, я тоже не знаю. Это уже пропуск через себя разных техник. Когда-то я закончил, мне повезло, с учителем, преподавателем, классическом, школу классического русского массажа. Очень фундаментальная, проработанная методика, известная всему миру, и, ну, она самодостаточна. Но потом появились какие-то там дополнительные курсы, там, что-то там, обещающее, там, чудеса, открытие чакр. Там, и учишься на таких курсах, и думаешь, ну, вот, три дня выброшенных из жизни, и куча денег за это заплаченных. Но понимаешь, что среди всей этой ерунды есть там два-три эффективных каких-то приемов. И уже в процедуру делаешь не классическую, фундаментальную, а добавляешь там два-три приема. Потом еще какие-то курсы, еще, с каким-то мастером встретился, что-то у него перенял. У каждого свой стиль, у каждого своя школа, но все равно процентов 80 моих приемов – это приемы из классического массажа. Сейчас я дополняю много приемами из тайского массажа. А целлюлита реальный массаж может помочь? Ну, избавиться от денег и, как сказать, и озолотиться массажисту – да. А если так уже мы говорим о целлюлите, но опять же, кто что понимает под целлюлитом, то нужно подходить комплексно. В первую очередь, это образ жизни, питание, водный режим, активности физические. И вот в сумме, если мы берем так мандаринку, то это куча-куча долек. И одна из этих долек – это массаж. Вкинуть все силы и средства на массаж будет эффективно, если человек заплатит все свои последние деньги за массаж и не будет потом объедаться и пить там что-то сладкое, да, и будет голодать. Может, оно тогда и поможет. А если человек все остальное игнорирует и говорит, я отдаю на откуп себя, ходя на целлюлитый массаж, я ему не занимаюсь, я в это не верю. Мне больше нравится заниматься людьми, которые хотят быть здоровыми, активными, а не вот сначала ленятся, а потом приводите нас в порядок. А депрессия? Может, массаж избавить? От депрессии надо лечиться у психотерапевта и принимать какие-то… Ну, или психотерапией заниматься, или принимать антидепрессанты. И я в этой области вообще слаб, и это не мое поле деятельности. Но я стараюсь, чтобы каждый человек после массажа был с хорошим настроением, чтобы он видел свет в конце туннеля, что можно быть активным, хорошо себя чувствовать, стать ресурсным. И, опять же, любой массаж, если он сделан корректно и правильно, то он делает небольшой выброс эндорфинов. То есть мы получаем свою дозу внутренних наркотиков без побочных эффектов, без привыкания, без зависимости. Вот в этом плане, конечно, это будет очень хорошо и эффективно. Элементы какого-то самомассажа. Есть универсальные, которые каждый человек может делать, чтобы улучшить состояние, пристиг в тонус? Массаж – это больше такая пассивная процедура, когда человек сам какую-то часть тела, напрягая, пытается расслабить другую, то это такое, как вот борьба и единство взаимопротивоположностей. Больше я бы, наверное, посоветовал в течение дня просто где-то немножко подвигаться, посокращать какие-то мышцы, и плюс параллельно их еще и потом и порастягивать. Вот это куда будет полезнее, чем там, если я начну себе вот так жмакать лучше, покрутить плечками, порастягивать шею, потянуть в одну сторону, в другую, вот для ножек там поприседать, потом прижать пяточку одну к ягодице, другую, понаклоняться, поделать выпады. Вот это куда важнее, чем… Хотя в Таиланде есть такая практика, они как обезьянки к друг другу подходят и начинают жмакать. Вот эти вот свои тайские приемы там… Друг друга, да? Да. Ну, там лежит один водитель, ну, у них нет маршруток, у них есть такие мотороллеры с прицепами, где ездят люди, называются тук-туки. И вот пока его выезд не наступил, два водителя лежат в тени под пальмой, и там можно на травке, можно на пледик, и он лежит, а второй вот там коленом тискает, локтем продавливает, там предплечьем продавливает, вот так вот ритмично. Ну, а тот лежит и балдеет. Потом поменялись. Нет такого, что выйди из моего личного пространства, там сексуальные домогательства, то есть вот этого вот как бы там вообще нету. Вот, хорошо, очень полезно, да. Приятно, тоже приятно. Фридайвинг. Как, когда, почему стали этим заниматься? Ну, в душе мы все фридайверы, мы 9 месяцев находимся в годной среде, не дышим. Вот, а по рождении очень естественно ребенку в первую очередь научиться плавать. Так. Вот, многие груднички сейчас начинают плавать быстрее, чем ходить. У меня два брата старших, один на 5 лет меня старше, второй на 4. Они заплывали очень далеко, мне приходилось за ними не отставать. Я надевал ласты, надевал маску с трубкой, чтобы все это видеть и дышать свободно. Вот, мы заплывали за причал. Наши родители как бы разрешали нам прыгать, заплывать в воду, заплывать за буйки. Приходилось нырять там на 5-6 метров, достать рапанов, мидий. То, что сейчас продается в магазинах, как деликатесы, мы в детстве это доставали сами. Вот. И тогда я получил какие-то естественным образом базовые навыки фридайвинга. Я увидел впервые на ютубе случайно ролик с экс-чемпионом мира по фридайвингу французом Гиомом Нэри. Там такой божественный ролик. Когда я его увидел, я вот просто раз в 20 смотрел нон-стопом. Потом за всю жизнь я его уже больше 100 раз, наверное, пересмотрел. Я смотрел этот ролик, я восхищался вот этим свободным падением. То есть, все мы в детстве мечтали там стать космонавтами, летчиками, там побывать в невесомости. Водная среда – это та же невесомость. Это уже не 2D-плоскость плавания по поверхности, это еще добавляется третье измерение. И я к тому времени уже дважды ездил в Египет, и я вот так восхищался там кораллами, рифами, рыбками, что я понял, что туда нужно ехать уже этому учиться. Мой первый учитель-инструктор, он живет сейчас в Египте, приехал к нему, проучился на первом курсе, через год я приехал на второй, попал на учебу к рекордсменке мира чемпионки Натальи Молчановой. Она создала отличнейшую и сильнейшую в мире программу по подготовке фридайверов, инструкторов. У нее сертифицировался. И это просто стало моим образом жизни уже, как хобби. Потом я дошел так до уровня инструктора. Ну и сейчас я, чтобы можно было и примером своим показать, я еще и начал соревноваться. Когда-то я думал, что это очень такое сложное, неприятное дело. Я занимался просто рекреационным фридайвингом для здоровления, для интереса. Ну, пришло какое-то такое время, что я понял, что я могу и посоревноваться, и потолкаться, ну и неплохо получается. В бассейне фридайвинг есть три дисциплины. Задержка дыхания, статика. Нужно максимально успокоиться, сделать глубокий вдох и опустить дыхательные пути под воду. И лежать неподвижно, отключая сознание, расслабляясь. То есть побеждает тот, кто дольше проводит под водой. Потихонечку спортсмены по очереди заходят. Это все снимается на видео, чтобы было документальное подтверждение. И по мере выхода из воды секундомер останавливается. В течение 15 секунд нужно еще выполнить определенные стандарты, и подтвердить, что ты в сознании. Потому что если у человека через час достали из воды, он рекордсмен, но он уже не спортсмен. Это одна дисциплина. А вы не в ней? Выступаю по всем дисциплинам. Просто у меня не самый лучший результат в этой дисциплине. А сколько? 5 минут 40 секунд. Не дышите под водой? Я лежу расслабленно в это время. Ну, уже начинается желание подняться. Нужно максимально себя еще дальше расслаблять. Но в это время продолжается сердцебиение, продолжается кровоток, и кровь идет в головной мозг. То есть это никак не отражается на работе головного мозга. Ну, вот это первая дисциплина. Она называется статика. Еще есть ныряние в длину без экипировки, без ласт, брасом. И третья дисциплина – это ныряние с ластами, либо с ману-ластой. И вот в этих дисциплинах у меня уже результаты получше. А в чем соревнования? Кто глубже или кто дальше? Нет, кто дальше проплывет. То есть туда, сюда, туда, сюда. Судья ходит по бортику. Да, нужно быть… Это все делается на вдохе, максимальный вдох. И сколько… Не выныривая, вот в этом случае. Закончились силы, захотелось дышать. Вынырнули, судья ставит метку и замеряется расстояние. И сколько у вас? У меня два рекорда Беларуси. Это 175 метров брасом и 210 метров в длину в ману-ласте. Пользу какую-то это вам принесло здоровью? Ну, конечно. Я совершенствую с каждым годом технику плавания. Я добавляю гибкости, чтобы плыть расслаблено. Я имею в виду каком-то самочувствии, состоянию вообще, иммунитету. Спорт для зрелых… Ну, или как? Это активность для зрелых людей, которые живут вот в этом стрессогенном мире, чтобы расслабиться, чтобы научиться контролировать свое дыхание, свое сознание, не пускать какие-то мысли в момент попытки. Вот. Поддерживать хорошую физическую форму, развивать подвижность диафрагмы грудной клетки, увеличивать жизненный объем легких. Какой у вас объем легких? Ну, около 7 литров. А у обычного человека? Ну, от 3 до 5. Ну, вот это фридайвинг реально позволяет прокачать. Любому человеку, который придет в этот спорт, он сможет улучшить вот эти показатели. Еще есть глубинный фридайвинг. Там нужно нырять уже вниз, по тросу вдоль, вниз и вверх. И там тоже есть 3 дисциплины. Либо это брасом без экипировки, ласты, лопатки недопустимы. Вторая дисциплина – это свободное погружение на руках. Можно и ногами подгребать, но опять же ласты запрещены, и уже можно за трос подтягиваться руками. И третья дисциплина – это нырок в глубину в моноласте, вниз и всплытие вверх. Вы это тоже освоили? Освоили. Ну, тоже три рекорда Беларуси принадлежат мне. А если вне Беларуси, где было такое самое впечатляющее место, где вы ныряли? Ну, их несколько таких мест. Из приятных и теплых бассейнов, и глубоких, мы ездили нашим клубом в Италию. Бассейн называется Y-40. Там глубина 42 метра. Вода подогревается за счет термальных источников. И вот такой колодец с кристально чистой теплой водой на 42 метра вниз. Вот мы туда ездили нырять, то есть там можно круглый год нырять. А если уже нужны, ну, действительно, большие глубины, то такая мека фридайверов всех, вот, наверное, Евразии. Это возле Шарм-эль-Шейха есть город Дахаб, и там есть место, называется Голубая дыра. Это карстовая пещера вниз на 96 метров. Она вот совсем рядом от берега. Там нет течений подводных, там нету перепадов температуры, так называемых термоклинов. Нету опасных каких-то там рыб, которые представляют угрозу. Вот. И мы все туда ездим нырять, тренироваться, участвовать в соревнованиях, если кто-то хочет. Угу. Вот. Ну, в Дахаб я езжу постоянно. Я там уже вот ради этой Голубой дыры там уже раз в 9, наверное, был. А на какую глубину можете погрузиться? Ну, вот рекорд пока это 70 метров. 70 метров вниз? Вниз, вверх, на задержке дыхания, без баллонов. У вас есть опыт работы со спортивной командой? Динамо Минск, да, спортивный клуб? Ну, да, был там еще до этого один футбольный клуб. Ну, это, может, такой вопрос от болельщиков я задам. Влияет ли достижение команды спортивной уровень спортивного врача, который прикреплен? Ну, немножко с другой стороны подойдем. Чем занимается вообще спортивная медицина? Во-первых, сейчас настолько повысились скорости в футболе, повысилась интенсивность тренировок во всех видах спорта, что люди порой выходят за предел своих возможностей и ресурсов. И спортивная медицина в первую очередь позволяет контролировать и не дать выйти за пределы ресурсов. Вот. То есть, говорят, с каким пульсом тренироваться можно, чтобы это было не в ущерб. Как питаться, чтобы не истощиться там дальше? Как организовать тренировочный процесс? Что спортсмену кушать? Сколько тех же там белков и мяса? Какой калорийности там рацион должен быть? Что ему вспомогательно дать для восстановления? Там массаж, физиотерапию, поговорить с тренером, сказать, ты их там пока придержи, пусть отдохнут. И это можно все инструментально проверять. Вот. И плюс подготовка спортсмена начинается уже в юном возрасте. И когда спортсмен там в 20-25 лет играет, и вдруг он получил травму, его нужно как можно быстрее вернуть в строй, это слишком дорогой игрок. Вот. И опять же, спортивная медицина позволяет как можно быстрее его поставить на ноги и сделать трудоспособным, сохранить ему профессиональное долголетие. То есть, одно дело, в 25 лет человек бросает спорт из-за накопившихся болячек и травм. А другое дело, он еще и в 35 лет играет со своим опытом, с умением чувствовать себя. Он, может быть, даже превосходит 20-летних спортсменов. Бьерн Рандалин, какой замечательный спортсмен. Он очень хорошо сотрудничал с спортивными врачами. Но сказать футболисту, накормить его чем-то, чтобы он лучше играл, чтобы у него появились операторские какие-то там функции. Или там, ну, есть спортивная запрещенная фармакология. Ну, вот этим сейчас уже нельзя заниматься, да и не нужно. Поэтому спортивная медицина – это очень такая высокотехнологичная, развивающаяся перспективная отрасль медицины. Где-то она даже там… Это не медицина, это уже что-то такое космическое. Последний у меня вопрос. С Богом у вас какие отношения? Нужно верить в Бога врачу? Ну, у каждого, наверное, свой Бог. И каждый в что-то свое верит. Сказать, что я придерживаюсь какой-то четкой доктрины – ну, такого нету там. Когда-то было там погружение в что-то одно, в другое. Я больше верю в… Ну, если мы говорим о медицине и о помощи людям, то в эффективность каких-то доказательных методов. Ну, и просто хорошее взаимоотношение. Хождение языка там с человеком, с окружающими. Бывают, ну, и очень религиозные люди, которые там верят в Бога, а потом вокруг там неэтично поступают там или грубят кому-то. Поэтому, ну, поступай как с другими, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, или там христианская доктрина. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот она универсальная формула, наверное, в многих религиях. И это даже и не религия, и не Бог. Это просто законные взаимоотношения между людьми. Чтоб социум был, чтоб люди выживали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok